Здравствуйте, друзья! У нас с вами интервью на канале «Голос Силиконовой Дорины» и наш собеседник, мой собеседник. Ну, давайте представлять. У нас такая традиция, что люди сами представляются. Как зовут? Где живете? Чем занимаетесь? Хорошо. Ну, зовут меня Юлия Ронская. У меня есть еще сценическим псевданием Вероника Белл. Иногда он где-то там мелькнет здесь и там. Вот. Живу я в Лос-Анджелесе, и я певица. Классическая слэш-оперная певица. То есть вы откуда приехали-то? Я приехала из Москвы 20 лет назад. Так, а в Москве вы где выступали? Вы знаете, в Москве я выступала очень немного, на самом деле. Потому что после, как я закончила Гнесинку, у меня всего было два с половиной года до того, как мы уехали. И я выступала два года в театре Натальи Сац. Была там солисткой и совмещала, и потом я ушла от Натальи Сац и пошла в театр. Такой был очень интересный театр, назывался «Третье направление», в котором ставились пьесы с музыкой. Это был такой музыкально-драматический театр, очень интересный, который меня очень привлек стилем и режиссурой. И там был гениальный балетмейстер, а я очень любила танцевать. И то, и другое как бы сплясал. Я просто чувствую, что это произошло после нашего отъезда, какой-то разгул театральной жизни. Мы уехали в 90-м году, и ничего такого в тот момент я не припомню, чтобы был такой театр, секой театр. Ну что же, хорошо. То есть вы по молодости там, можно сказать, порезвились пару лет и уехали в Америку. Вот давайте про американскую жизнь. Что с вами здесь приключилось? Вот вы молодая девочка, фактически, образование получили, вам хочется петь. Тем более, вы классическая певица, вы не можете в ресторане, там, это как бы не... Ну, я не знаю, уже лучше там, я не знаю, из-за Иисуса. Я в ресторане тоже могу. Вам приходилось в ресторане? Приходилось. А, то есть, ну хорошо. А то некоторые, знаете, они там фыркают. Хорошо. О, извинения, я совершенно не фыркаю. Я очень люблю разные жанры, поэтому я выступала и в ресторанах, я пела старинные русские романсы, и американские песни, и все, что хотите. То есть не то, что там за четвертак, там, это за Одессу споете, там, про Харьков что-нибудь там? Ну, это не совсем мой стиль, а вот старинные русские романсы, это мы очень даже можем. Хорошо. Вот приехали вы. Английский был какой-то? Ноль. Приехали в Лос-Анджелес? Нет, приехала я в Беркли. У нас тут рядышком. Жили в Беркли, да, в Сан-Франциско, Bay Area. И там у моего мужа в то время была большая семья, и, в общем-то, они о нас позаботились. И мы там… Я там прожила 15 лет. В Беркли? Да. Не в Беркли, я жила в Альсерита, но, в общем, в этом районе, да, я прожила 15 лет. Вообще, это не то, что вот такой prime destination, там, для новых иммигрантов. Они скорее бы оказались в городе, чем, например, в Беркли. Хотя тоже есть новички, которые там селятся, но обычно какая-то причина должна быть резкая. Ну, вот были родственники, да. Судьба сложилась, что мы приехали сразу туда. Итак, чем вы занимались профессионально? У нас звучит у меня профессиональная ваша деятельность. И если можно пару слов, чем муж занимался? Вот, может быть, он вас поддерживал сколько-то лет, пока вы смогли развиться, там, во что-то? Ну, безусловно. Конечно, он меня поддерживал. Но муж, знаете, ему тоже пришлось серьезно потрудиться, потому что он был композитор и пианист. Так что у нас семейка, знаете, такая была очень интересная. Особо так зарабатывать было серьезно некому. Ни врачей, ни лойеров у нас нигде нет. Ни программистов? Нет, ни программистов, ничего такого не было. Так что... Но он меня очень поддерживал. Он владел достаточно прилично английским языком. И он получил работу очень быстро. Какую? И потом помог мне тоже устроиться преподавать хор. Я дирижировала хором и ставила спектакли. Такая была частная музыкальная школа в Беркли. Она и до сих пор существует. И вот я там начала работать. И там я училась английскому языку от своих учеников. Так он какую первую работу? Вошел в школе? Да. Да. Он стал преподавать фортепиано. Он на самом деле потрясающий педагог и совершенно гениальный музыкант. Его отхватили просто с руками и ногами. И они... В общем, им повезло, что мы приехали, потому что такого музыканта найти это еще. А он постарше немножко? Или он тоже вот такой же был, там, 24-25? Вот такого клана был. Совсем маленький. А он и на 5 лет старше. Ага. То есть мужик отрицательник, вот он пошел. Ну что, нормально. В принципе, я понимаю, что там, где речь идет об уроках музыки, в принципе, работы много. Я вижу, я знаю очень много людей. В частности, в Беркли у меня знакомая есть. Она молоденькой девочке приехала, когда 24, и она вот там на дому преподавала все эти годы. В смысле сначала... А потом еще и купила дом себе в Беркли. То есть ей хватило, допреподавалась до того, что у нее были деньги на дом. Ну, понятно. Но в моем случае это немножко была другая история. Во-первых, я совершенно не говорила по-английски. Это, конечно, очень было страшно. И первые три года вообще я за мужем пряталась. И никуда одна не выходила, даже в магазин боялась идти. А потом, я, знаете, я не стремилась к педагогической работе сначала, потому что мне хотелось все-таки как-то развиться как музыканту и певицей и так далее. И в семье мужа тогда были все музыканты, поэтому они как бы помогли добрым советом. Они были очень уже здесь давно и хорошо устроены, и с профессиями, с работами, все было нормально. Вот. Поэтому они помогли советам в то время. А потом уже надо было самой выплывать. И вот выплыло. Слава Богу. То есть вы приехали 20 лет назад, то есть где-нибудь в 95-96-м? В 94-м мы приехали. В 94-м мы приехали. Да, в 22-м году, да. Хорошо. Так в итоге, значит, ну, поначалу вы, значит, уроки давали, но вы реализовались вот именно как певица, вот где-то выступать там с оркестром, с коллективом, я не знаю, ну как там? Вы знаете, это очень такой интересный вопрос, реализовались. И да, и нет. Дело в том, что в Москве я собиралась быть, я собиралась идти в театр оперетты, потому что мой, и дед, и моя бабушка, они были артистами московской оперетты. И я очень хотела туда попасть. Я вообще девочка такая очень серьезная в жизни и совершенно несерьезная на сцене. Мне, вы знаете, эти большие юбки, шляпы, перья, перчатки, да, и все. И я... Как я вас понимаю? У нас есть что-то общее, поняла. И меня очень жанр венской оперетты, в частности, всегда привлекал, и я даже себя нигде больше и не видела. Я хотела быть опереточной артисткой. Поскольку это не произошло, и в Америке такого жанра, в общем-то, не существует, тем более театров уж и подавно, мне пришлось как бы переквалифицироваться в оперную певицу. А вот тут мне не очень было уютно. В опере я как-то... Вы знаете, простите меня за то, что я сейчас скажу, но мне в опере скучно. И я все время искала куда-то... Ну, там был у меня агент, ну, ездила я, ну, пела я Татьяна. И потом мне агентша моя сказала, мы тебя будем продавать на русские оперы. Но мне еще скучнее стало. Я вообще завяла. И в конце концов дело кончилось тем, что я ей позвонила и сказала, я не могу, в общем, с вами работать. Хотя не то, что я жалею, но у меня вот как-то, знаете, сердце екает, когда я об этом думаю, потому что она была замечательной женщиной, она очень принимала во мне участие. И для нее это был дикий совершенно шок. Я помню, она даже говорить не могла, когда я ей это позвонила и сказала. А что, востребован Евгений Олегин как бы вот так в США? Вот я Татьяну и пела. Но востребован реально, то есть это как-то массово? Да, реально, но это одна роль. Вот, в общем, особенно когда начинаешь, это значит, что вот тебя продадут на одну роль, и ты будешь постоянно ее везде петь. А вот такой вопрос. Вот с точки зрения выживания, вот, допустим, это как на один спектакль контракт, или это на серию спектаклей, вот, скажем, ту же Татьяну? На серию. На серию. Вот поехали вы куда-то, я имею в Дендлер, и там у вас какая-то серия, там, Татьян. Отпели вы, там, я не знаю, там, этих Татьян. Это что-то дает такое, что деньгами? Что это можно потом три месяца, скажем, обходиться без очередного контракта? Или там месяц максимум надо дальше что-то делать? Ой, вы понимаете, какая штука? Здесь нет такой ситуации, когда вы на зарплате, естественно. Значит, здесь надо быть, надо либо преподавать и зарабатывать на жизни преподавание, либо надо быть большой звездой. Большой звездой. Потому что если ты вот как-то посередине, вот так вот, не очень маленькая звездочка, но и небольшая, вот где-то там застрянешь посередине, то, в общем, это очень недоходная профессия. Это очень недоходная. То есть, если ты зарабатываешь, там, 30 тысяч в год, то, слава богу, это перекрестись. Потому что если ты небольшая звезда, это значит, что ты, ну, предположим, тебе дают гонорар. Потом начинается. Ты платишь за аккомпаниатора, с которым ты занимаешься. Ты платишь за педагога по языку, с которым ты занимаешься и готовишь роль. Ты платишь за свою еду, ты платишь за свою гостиницу, ты платишь за все. Поэтому от того гонорара, который тебе дают, в общем, не очень много остается. Ты поднимаешься уже по лесенке, но там начинаются другие дела. Но дело в том, что я вот этого никогда не испытала. Я слиняла слишком быстро. Сейчас, когда я уже оглядываюсь на это, я понимаю, что я это сделала, потому что я не понимала, как американская жизнь работает, как она строится. Если бы я тогда это знала, то я бы не ушла. Я бы пересидела вот этот жуткий, нудный период, когда болтаешься. И потом уже посмотрела бы, что получилось. Но я смоталась очень быстро. Я извиняюсь, вот эта женщина, которая была агентом, она была шокирована именно тем, что она, видимо, понимала этот путь. И она была шокирована тем, что вы слишком рано с него соскочили. Совершенно верно. Но, видите, дело в том, что если бы она сказала что-нибудь, если бы она мне объяснила, что, слушай, тебе надо посидеть спокойно, тебе надо еще подождать, вот мы сделаем то, мы сделаем. Если бы она мне информацию какую-то дала тогда, то, может быть, я бы этого и не сделала. Но она не сказала. А родственники, которые опытные давно в стране, из Бёркли? Ну, там трудно было. Дело в том, что я вот от своей агентства смоталась, когда я разводилась со своим мужем. И там была достаточно тяжкая ситуация. И, в общем, мне было, как бы, понимаете, соловью было не до пения. Там надо было выживать, и ребенок был маленький и так далее. Там, в общем, был такой... Там было, знаете, наслоение всяких таких факторов странных, трудных. Ну, в общем... А вот не вникая в тонкости отношений с супругом, вот то, что у вас произошло, оно бы и в Москве произошло, или это было специфически связано с нагрузками или переживаниями, иммиграцией? Нет. Нет. Это были наши отношения. Мы, знаете, мы прекрасно работали вместе. Мы гениально работали вместе. Потому что он, действительно, без дураков гениальный музыкант. И когда мы собирались вместе, и, там, предположим, мы ставили спектакли, он писал к ним музыку, или, там, я пела, он мне аккомпанировал. То есть у нас было профессиональное понимание на таком левел, как это называется? Уровне. Уровне, спасибо. На таком уровне, что позавидовать только можно было. Мы вообще обленились до того, что мы садились в машину и по дороге на концерт решали, что мы будем исполнять иногда. Понимаете? Нормально. Нормально, да. У него была фотографическая память. То есть есть, он нормально, он существует. Он не умер. Слава богу, все у него в порядке. У него фотографическая память. У него блестящая школа. Он композитор. Он и композитор, и пианист. У него два диплома из Московской консерватории. Понимаете? Ну, человек безумно совершенно одаренный. И я очень многому от него научилась. И мы работали вместе гениально. А вот характеры... Ну, с гениями сложно. С простыми-то тяжело. Ну, хорошо. Итак, приехали, преподавали, попели Татьяну. Поняли, что что-то вам это не то. Что было следующим шагом в развитии? Я стала перед концертом. Сольные? Сольные концерты, да. И сольные, и всякие. Постойте, постойте. Откуда берется концерт у человека? У человека, который готов спеть. Откуда берется аудитория, деньги, расписание, ангажемент? Вот откуда это все? Ну, вы знаете, это по-разному. Потому что мне, конечно, опять-таки ошибку, которую я сделала, мне нужно было продолжать. Мне нужно было найти агента, который бы мне сделал концерты. Но такой момент был в жизни паршивый. Я вообще не знала, буду я продолжать спеть или нет. И концерты берутся так. То есть иногда делаешь просто самостоятельно. То есть то, что называется self-produced. То есть ты находишь себе компанию хорошую, рассылаешь приглашение. И кто придет, тот придет. И иногда, потом уже, так сказать, тебя начинают приглашать. Меня стали приглашать люди, которым я понравилась. Где-то там услышали, тут услышали. И начались выступления вот уже такого плана. И, в общем, как-то все с концертами мне было очень хорошо. То есть это как бы на партии в домах частных, да, или как? Нет, 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 не на партии. Ну, понимаете, я классическая певица. Там какие мне там на Сабанту их петь. Я пою вещи, под которые все партии засыпают. Знаете, там Рахманинова, Чайковская. Нет, ну может быть какой-то там фандрейзинг, который проводит. Чуйка или там, я не знаю, такого плана. Да, да, такие были. В частных домах я пела. Потом оркестр был, русский камерный оркестр в Сан-Франциско было. Я с ними пела. Потом меня приглашали хоры, несколько хоров. Я с ними солисткой, как солистка пела. Потом я поехала обратно в Москву. Я пела в Московской филармонии. Потом всякие были, интересное было путешествие у меня очень в Таиланд. Ну, это еще когда замужем была, мы с мужем ездили. Мы выступали на дне рождения королевы Таиланда. Там было очень, во дворце в Бангкоке у нас было три концерта. Ну, в общем, хорошо было в Московской консерватории я пела, в Зале России я пела. В общем, это уже было совершенно другое дело. Я чувствовала себя уверенно, спокойно. Мне это нравилось. И, в общем, вот по этой стезе я уже пошла, и мне было хорошо. В опере я как-то не прижилась. Ну, подождите, то есть вы уехали, жили в Москве какое-то время? Нет, нет, я отсюда летала. Я летала в Москву из Сан-Франциска. На выступление? На выступление. Ну, хорошо. И стали давать сольные концерты, и вы так и живете в этом? Или это какое-то время было, и вы куда-то переключились снова? Я переключилась. Потом, да, потом что-то я подвяла совсем. Я решила, что жизнь моя не удалась, карьера моя не удалась. И я перестала петь вообще, совсем. А что делали? Я занялась фотографией профессионально. У меня отец был профессиональный фотограф, и я росла с фотографией, с фотоаппаратом. Я очень люблю фотографии. А вы жили все это время в Перке? Продолжали жить? Какое-то время, сейчас, погодите. Да, я была фотографом в Беркли, когда я жила там, в Лицарии-то, значит, где-то пять лет. Да, я занималась, три года. Три года я занималась фотографией там, а потом я переехала в Лос-Анджелес, и еще, вот сколько там, три, 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 еще три года занималась фотографией здесь. Так вы все эти годы, или там, когда трудности были, вы не думали, я плюну на все, пойду тестировать программное обеспечение портнов компьютерскую? Или вы не знали, что вы есть на свете? Ну, во-первых, я не знала. Жили локально тут у нас-то. Если бы знала, может быть, моя жизнь повернулась бы совершенно по-другому. Так. Нет, вы знаете, вот этого я не могу. Я люблю компьютер, но совершенно применение компьютера совершенно другое в моей жизни. Вот если, например, мне зададите какие-нибудь про фотошоп вопросы, я, скорее всего, на них отвечу. Если вы меня спросите, как делать аранжировки музыкальные на компьютере, я тоже отвечу на этот вопрос. Все остальное... Ну, кто-то ведь написал программы, в которых вы делаете аранжировки. Значит, кто-то их тестирует. Совершенно верно. Я этого боюсь. Не то, что боюсь, а я вам скажу честно, мне скучно. Я не могу заниматься тем, чем мне скучно. А вы кто по гороскопу? Рыба. Ага. Февральская рыбка. А муж кем был? В смысле, кто по гороскопу? Ион. Скорпион. Скорпион. Два водяных. Так, понятно. Ну, хорошо. Значит, и куда вас привело в итоге? Привело меня в итоге... Это вообще была очень смешная история. Там, где я жила, вот когда я приехала в Лос-Анджелес, у нас был большой дом там, и мы устраивали новогодние такие, дикие новогодние сабантуй. У нас там собиралось поставить. У нас у кого? Это неважно. Дайте по профессию расскажу. И на одном из вот этих безумных сабантуев вдруг в два часа ночи кто-то сказал из моих друзей, ты вроде там что-то певицей была когда-то, слушай, спой что-нибудь. Ну, я на самом деле, когда мне говорят, спой что-нибудь, мне хочется убежать. Обижаюсь. Да, убегаю. А тут это было два часа ночи, новогодняя ночь, конечно, все шампанское и все, и, так сказать, танцы и все. Ну, и я спела. И спела я не что-нибудь, а вальс Джульетты из оперы Ромео Джульетты. Два часа ночи. Потому что ничего потруднее мне просто в голову не пришло. Я решила спрошить простенькое, понимаете? Вот. И там была одна женщина, которая сказала, ты знаешь, с таким голосом, что ты здесь делаешь вообще? Ну, она такая представительная такая женщина. Она говорит, а что ты вообще здесь делаешь? Чем ты здесь занимаешься? Я говорю, я занимаюсь фотографией. Она мне как-то так очень мягко сказала, она очень мягко выразилась, но, в общем, подтекст был такой, детка, у тебя с головкой плохо. С таким голосом нельзя заниматься фотографией, надо заниматься пением. Ну, и я очень мягко на это ответила ей, в общем, не твое дело. И на этом разговор закончился. Да. А потом раздается звонок по телефону, и звонит такой интересный мужичок, ну, такой какой-то голосок, такой невзрачный. Говорит, меня зовут Пол, я вот друг такой-то и такой-то, вот этой женщины, с которой со мной разговаривала. Я, говорит, звукоинженер, я хочу с тобой встретиться. Ну, ладно. Ну, встретились, попили кофе. И он мне говорит так, я, значит, слышала, что у тебя роскошный голос оперный. Я говорю, как это был? Он говорит, а у тебя диск есть? Ну, в смысле, сидим у тебя есть? Я говорю, нет, я никогда ничего не записывала. Он говорит, ну, давай запишем. У меня своя студия, тут недалеко, давай запишем. Вот почему, я думаю, почему инженер. Он говорит, давай сделаем нечто, что можно показать другим людям. Совершенно верно. Давай, говорит, запишем. Я говорю, я совершенно не в форме. А он мне говорит, а ты вот встанешь перед микрофоном, будешь в форму приходить. Ну, я так послушала и подумала, ага, да-да-да-да. Ну вот, а потом звонок опять от этой женщины, и потом звонок от него, и опять от этого. Ну и началось, в общем, давай записывать, давай записывать, все. Ну и пошла, стала записывать. Этот диск я записала. У меня на это ушло, по-моему, 8 месяцев, или что-то в этом духе. Это была такая катастрофа, Миша. Это был такой ужас. Я так мучилась. У меня голос не звучал. Я рвала на себе волосы. Это ведь, знаете, не как на велосипеде ездить. А в чем была мотивация звукоинженера? Все-таки он много времени потратил. Он что-то хотел из этого? Или у него такой чисто творческий такой эффект? Только творческий. Ему позвонила женщина, сказала, его знакомые, они соседи оказались, они живут на одном, вот буквально на блоке, вместе. И вот она ему позвонила, сказала, вот есть такая певица, надо ей сделать чего-нибудь такое. Вот, ну, мы сделали. Ну, мы сделали, записали. Потом, значит, взяла я этот диск, думаю, ну, ладно, надо с ним что-то делать. Послала его на конкурс. Ну, и выиграла конкурс. Что-что? А конкурс был именно дисками, не надо было живьем приходить петь? Да, это конкурс, он называется Hollywood Music in Media Awards. Извините, самолет летит сейчас? Пролетит. Вот, это Music in Media, то есть это записи на диск, это записи для фильмов, это всевозможные записи. Ну вот, послала, и вот выиграла я его в 2013 году. И потом я подумала, ну, ладно, вроде есть еще пора в пороховницах, и потом я подумала еще так. Фотографию я люблю. Фотографией можно заниматься всегда. Голос пропадет в какой-то момент, а фотоаппарат останется. Вот когда голос пропадет, тогда начну фотографировать опять. А пока будем петь. Ну вот и поем теперь. Где поем-то? Поем, занимаемся своим любимым делом, даем концерты. Даем концерты в Лос-Анджелесе. Вот я к вам приезжаю в июне месяце, будем в Беркли петь. Так вы же скажите, мы же тут придем. Скажем, обязательно. 24 июня в Пидмонт Арт Сентер у нас будет концерт с моим замечательным, изумительным другом Малзом Гребером, который гениальный совершенно пианист. Закончил Джульярд, аккомбанировал Айзеку Стерну и так далее. Погодите, а Берет это где берут? Ну, будут продаваться. Мы начнем где-то за месяц, наверное, продавать. Ну, вы имеете в виду, что тут есть люди? Обязательно. Да, хорошо. Вы знаете, я дождаться не могу, чтобы вот вернуться, так сказать, в свою Alma Mater, то, что называется. Я очень скучаю по этим местам. И Майлз совершенно гениальный человек и замечательный друг. И я просто... У меня трепещу просто. Я уже программу составила, и место мы забронировали, и все. Так что это будет очень здорово. Вот, потом осенью я буду опять в Лос-Анджелесе выступать и здесь в округе. Потом весной я еду в Испанию и во Францию с концертами. А после этого летом я буду записывать свой следующий диск. Ну, подождите. Вот диск, который первый был с полом. Этот диск, кроме конкурса медийного, он где-то еще использовался? Он дал какие-то плоды? То есть, может быть, вы рассылали... Я его продавала на своих концертах. Там мне его нужно немножечко подделать, и тогда я уже смогу его выпустить на CD Baby, на Амазон, и на все такие дела. Поскольку я сейчас пою уже значительно лучше, я решила переписать два-три произведения. И сейчас вот я их перепишу, и потом я уже этот диск запущу, так сказать, в оборот нормальный. Но все-таки к меркантильной части. То есть, вот, ваша концертная деятельность в состоянии вас прокормить? Поддержать на плаву? Она меня поддерживает на плаву, но, знаете, я боюсь за нее держаться. Я преподаю. Я преподаю по-прежнему вокал. Слава Богу, вот те навыки, которые я получила... Кстати, я получила больше навыков здесь уже в Америке как певица даже, чем в России. У меня совершенно был гениальный педагог там в Фейерии. И я от нее столько научилась, что я смогла себя вытащить вот из этого десятилетнего непевческого перерыва, который, на самом деле, мог бы меня убить совершенно, полностью. Но благодаря тому, что я у нее вот выучила, я смогла вернуться. А вот с точки зрения, например, иммиграции, не иммиграции, вот если бы вы никуда не уезжали, условия вот есть на родине, как бы, для того, чтобы развиться, состояться и так далее? Или там страшная конкуренция, или там просто слишком мало денег, или там только по корпоративам ходить. Ну вот, что стало с людьми, которые с вами учились, во что они превратились? Есть какое-то представление? Вы знаете, да, у меня, кстати, интересно очень получилось, потому что очень многие ребята из моего класса, они на самом деле стали профессионалами. Самая моя ближайшая подруга, она работает в Театре юного зрителя, она там всегда работала, и ее взяли туда, несмотря на то, что она была певица, ее взяли в Театр юного зрителя еще со скольной скамьи, со школьной скамьи, как говорится, но она совершенно гениальная актриса, просто гениальная актриса, она такая Джульетта Мазина, русская, она работает там. Еще одна девочка из моего класса, кстати, добилась очень серьезных успехов, она уехала в Канаду, но это вообще другая история, она случайно попала в Канаду, и оттуда она уже начала рассылать тоже свои диски, выиграла конкурс в Повороте, он тогда еще был жив, и у нее интернациональная оперная карьера, она живет сейчас в Берлине, потом еще одна моя подруга создала свой ансамбль, фольклорный, кстати, вдруг, и очень успешно концертирует по всему миру, живет в Москве, вы знаете, много ребят, много ребят профессионально работают, и я ужасно счастлива, потому что так часто, знаете, карьера заканчивается сразу после школы, это очень печально, особенно у артистов, но вот мои друзья вроде... Ну, во всяком случае, сейчас есть возможность международной карьеры, правда, в то время, когда вы там, еще же не было, там еще в паспорт смотрят, там, понимаешь, ой, господи, значит... Вот сейчас я, вы, понимаете, вы мне задаете вопрос, на который я не могу ответить, потому что я настолько оторвана от российской жизни, что я, честно говоря, не имею ни малейшего понятия, что там происходит, и я знаю, что те люди, которые уже вот устроились, давно, у них все в порядке, а уже новенькие, я понятия не знаю. Давайте, вот, может быть, мы посмотрим на людей, которые... Ну, попробуем дать совет разумный, людям, которые нас смотрят и которые собираются в Соединенные Штаты, некоторые собираются по соединению семей, некоторые собираются по грин-карт-латереи выигрывают, там брак и все такое, некоторые там планируют политическое убежище подать, получить, по-всякому. Но вот очень многие люди волнуются, насколько они в состоянии будут остаться в профессии, в своей. И мы понимаем, что людям творческим зачастую сложнее, особенно драматическим артистам им каково. Представляете, ужас. Что он может? Вот эта единица просто, которая здесь как-то, более-менее пробилась. Конечно, тем, кто, допустим, исполняет, или вокалистам, наверное, немножко проще, на всяком случае. У них не то, что им нужна русскоязычная аудитория обязательно. Но сложно. Вот вы можете как-то их предостеречь или наоборот обнадежить или что-то такое, ну, какую-то вот зацепку. Вот они собираются, как им жить тут? Как им жить? Вот такого ответа я дать не могу, потому что у всех жизнь поворачивается по-другому, у каждого. Единственное, что я могу... Я могу поделиться только тем, что я знаю наверняка. Да. То, что я знаю наверняка. Нужен язык. Нужен язык. Чем быстрее, тем лучше. А вот я, извините, я уточню сразу походу. Люди, которые вот вроде бы они поют, да? Ну, в смысле, не вроде бы, а поют. У них слух какой-то должен быть совершенно не такой, как вот у простых людей типа меня, которые дальше в Урке там уже ничего испеть не могут. Значит, они лучше язык хватают? Не знаю. Не знаю. Потому что у меня есть друзья, которые певцы и певцы и певицы. И они очень плохо говорят по-английски, несмотря на то, что они здесь жили уже очень давно. А есть друзья, которые говорят прекрасно. Я, например, никогда не считала себя способной к языкам. Но я по-английски говорю в совершенстве, с акцентом. Но я, у меня нет никаких проблем. Почему? Я не имею ни малейшего понятия. У меня есть подруга, которая прожила три года в Англии и потом 20 лет в Америке, и она еле-еле говорит по-английски. Ну, понимаете, я вам могу что сказать, я могу лучше сказать совершенно точно. Когда мы приезжаем в другоязычную страну, в общем, страну, в которой говорят на другом языке, это дико страшно. И у меня такая была паника безумная в начале перед всем абсолютно. Я не понимала, что написано, я не понимала, что говорят, я боялась открыть рот, потому что я боялась показаться смешной, глупой, тупой и так далее. Но дело в том, что вот это самое главное. Нельзя бояться. То есть бояться можно. Как говорится, бойся, но делай. Понимаете? И как только начинаешь делать, вот тогда вдруг видишь вот эти вот маленькие шажки, они тебя уже начинают вести куда-то. И появляется совершенно другое ощущение. Вот страх перед неизвестным это самое страшное. У меня такое ощущение, что вы три года смотрите наш канал «Голос Кремниевой долины», потому что я вот все время это говорю. Я говорю, что я, кстати, говорю, что бояться нормально. То есть человек, который бесстрашный и ничего не боится, я не уверен, что он адекватен. Нужно бояться, нужно. Это естественно. Ты никогда этого не делал. Ты первый раз. Конечно, у тебя мандраж и все дела. Но разница между людьми не в том, что одни боятся, а другие нет. Разница в том, что одни боятся, но делают, а другие боятся на уровне неделания. И это катастрофа. Совершенно верно. И я это вижу постоянно. Я это вижу в своих друзьях, я вижу в тех, кто только приезжает, и совершенно новые люди, и в тех, кто здесь прожил уже 20-30 лет и больше. Я вижу это постоянно. И самое страшное это страх. Вот если через него можешь переступить, то, в общем, тогда все будет нормально. А вот такой вопрос. С точки зрения отношений, мужчина, женщина, дружба, брак и так далее. После того, как одни отношения прекратились, насколько человеку, который живет в Северных Штатах, трудно, ну, я не знаю, допустим, как вы раньше жили, например, или здесь, вот есть ли какая-то фундаментальная разница, потому что у нас с Кремниевой Дорини, например, женщин не хватает, демократия такая, что мужиков намного больше. И то, все равно есть люди, которые не могут найти свою половинку, и у них какие-то, может быть, очень высокие требования, я не знаю, много причин бывает. Но вот с вашей точки зрения, если человек открыт, как бы, и он интересуется, он как-то, я не знаю, дейты, то есть есть какие-то люди вокруг, есть нормальные мужики, да, свободные и так далее. Или вы скажете, ой, что вы там, посмотрите на них там, это не те мужики. Ну, во-первых, это интересный, конечно, вопрос. Мужики, женщины, у меня такое ощущение, что, в общем-то, это все примерно одно и то же. У нас есть человеческие проблемы, потому что, ну, например, после своего развода с моим мужем, против которого я совершенно ничего не имею, он прекрасный человек, я свою половину нашла в женщине, и мы вот женаты и живем очень хорошо и счастливо. И мой сын, которому сейчас уже 25 лет, вообще считает, так сказать, нас семьей, и у нас, слава богу, благополучие, смех, музыка, люди, партии все время, так сказать, дым коромыслом идет. Вот, понимаете, найти... Половинку. Найти половинку, это... У меня такое ощущение, что когда ищешь, тогда не найдешь. То есть надо дать произойти, отпустить и дать случиться. Это моя философия. Я никому ее не навязываю, и я никому ее не советую. Но для меня это всегда было так. Вот как только я ищу что-то, и я мечусь, и мне надо, и я хочу, и вот, и у меня паника от этого, ничего не происходит. И это всегда было так. И в личных отношениях, и в работе, и в жизни, и в деньгах. А вот как только расслабишься немножко, успокоишься, обретешь мудрость посмотреть на жизнь и на ситуацию немножко философски, вдруг, вдруг, ниоткуда, вот, Бог тебе посылает какие-то вещи, о которых вообще даже никогда не подозревал в жизни. А потом смотришь на себя и думаешь, боже мой, да я же всегда этого хотел. У меня на самом деле абсолютно то же самое. То есть, вот, мне часто там вопросы задают, типа, вот, как правильно спланировать, какие шаги, и я рассказываю, потому что я, как бы, силу жизни, опыта какого-то, задним числом, я уже понимаю, как надо было. Это, когда делаешь, непонятно, а когда задним числом, объяснять-то легко, вот, ученые, понимаете, они все объяснят после, понимаете, так вот, я к чему говорю, что, а дальше все хорошее, что происходило, происходило в тот момент, когда я не пытался ничего сделать, потому что, как только начнешь, то я на стокмаркете играл, сначала выиграл, проиграл, там, бизнесы какие-то все время начинал, что-то начинал, они у меня куда-то улетучивались, там, у меня страховое агентство было, там, еще что-то, так, как-то вот все, вот, а так, в какой-то момент, ну, конечно, что-то, ну, надо дать случиться, надо не отталкивать, просто, вот, своими действиями. Совершенно верно, надо не отталкивать, ничего тянуть на себя не надо, просто успокоиться, ничего не отталкивать, и тогда оно все само придет, но, как я и говорю, это моя философия, потому что я знаю много людей, которые ходят и ищут, и находят, может быть, для них это как-то вот работает, для меня никогда, в жизни, мне надо отойти, отпустить ситуацию, то, что называется. Я думаю, может, я тоже артист, я просто не знал, голоса нет, а так было тоже, и шляпа мне понравилась, со шляпой, вот это, надел шляпу, и на перед, это очень по-нашему. Ну, там немножко, там немножко больше нужно, чем только шляпу. Я понимаю, я понимаю, но без шляпы это уже не то. Не-не-не, но без шляпы это. Знаете, я вам расскажу, у меня... Перьями, перьями, перьями не забудьте. Без перьев вообще, даже, раз смотрю, не будем. У меня училась женщина, она из оперидной. Она дослужилась там до пенсии, там в 35 лет, по-моему, она вышла на пенсию из Москвы. Невысокая такая, знаете, я когда ее видел, я никогда бы не подумал, что она именно из оперидной, она такая невысокая, плотненькая такая, знаете, сбитая. Вот, ну, можно прыгать здорово, я не знаю. Короче, она вышла на пенсию, вышла замуж за какого-то англичанина, который приехал жить в Америку. Это она с ним была, у меня училась. И я хочу сказать, что первый раз в жизни у меня был такой вот опыт общения с человеком, который не имел никакой такой фазы эмоциональной между полной депрессией и абсолютным каким-то эксайтментом, таким, что уже я даже не знаю, что там. Вот. И... То есть на 180 градусов быстро, да? Полная. Либо депрессия полная, либо там какой-то вообще фейерверк. Корее. И она еще... у нее была проблема, когда она нашла работу, выяснилась проблема, что она не может на стуле работать, она сидеть не может. Ей обязательно нужно было периодически скакивать и пробегаться по коридорам, или где-то поскакать, и так далее. И... Ну, понимаете, мы опереточные, мы такие сумасшедшие. Кончилось все очень хорошо, когда она попала в одну очень известную компанию, и через три месяца стала менеджером. И тогда она уже носилась там со своей планшеткой там по всему этому громадному зданию, с митинга на митинг, то есть вот она нашла себя вот в этом. То есть сидеть у компьютера, вот просто сидеть, это было необычно. Да, это мне очень понятно. Но вы знаете, для меня сидение у компьютера, это... Сидение у компьютера и сидение у компьютера, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе, потому что, если я занимаюсь делом, которое меня интересует, я забываю про все. Я забываю про еду, я забываю про время, про всех вообще окружающих, и я ухожу полностью, сто процентов, то, что я делаю, и меня оторвать от этого невозможно. А вот если меня субжект, тема, ну, тема, не интересует, ну, тогда все. Тогда пропади все пропадом, я умру. Актерки, они такие. Да, актерки, они такие. Значит, послушайте, а какой у вас, какие у вас есть творческие планы? Ну, вот вы поете, концерты даете, преподаете музыку. А что-то есть такое, что вы... То есть вы можете сказать, ну, что будет, там посмотрим. А можете сказать, ну, хотелось бы вот что-то, и мы работаем в этом направлении. Такое есть? Безусловно. Безусловно. У каждого артиста, наверное, есть, и у меня тоже. У меня... Мне вот что бы хотелось. Если бы получилось, так сказать, мы работаем в этом направлении. Значит, у меня в плане записи пять дисков. У меня планы есть на пять CD. Причем они в совершенно разных жанрах. Вот вы меня спрашивали, как я реализовалась или нет, как певица. Дело в том, что когда я стала петь концерты, я так очень плавно и незаметно, по-партизански, перешла в область то, что называется сейчас в Америке, classical crossover. То есть я стала петь ну, такие песни в классическую сторону, знаете, ну, всякие вот итальянские песни и так далее. Вот это меня безумно увлекает. Я обожаю переходить из чистой классики, знаете, вот куда-нибудь еще так вот заглядывать. А канал у вас, на YouTube у вас есть канал, где вас можно посмотреть, как вы поете? Что, правда, да? А какой, скажите? Под моим реальным именем Юлия Ронская. То есть вот можно поискать и... По-английски напечатается, да. Вот как в Skype я смотрю вот ваше имя, да? Угу. Я тогда что сделаю, я тогда пойду, найду ваш канал и в описании к нашему видео ссылочку дам, чтобы народ ходил петь. Только давайте вот еще что... У меня YouTube есть и веб-сайт есть и все, что хотите. И Facebook профессиональная то самое, страничка есть. То есть вы как бы упакованы так медийно. Хорошо. Теперь, я как человек, который как бы все-таки там худо-бедно там предпринимательствующий такой, у меня как бы, знаете, ну еще это вот это еврейское вот это вот умищатое, ну что делать? Вот оно крутится и... Значит, я хотел спорить. Это тяжко, когда ум есть, это очень тяжело. Вот это вот, знаете, что мы с этого будем иметь? Вот я хотел спросить, если вы будете писать диски, я понимаю, что первый раз был какой-то энтузиаст, он с вами 8 месяцев работал, написал вам этот диск и так далее. Потому что если бы вы заплатили бы за это, вы бы рассчитывались до конца своих дней и... Я заплатила за это просто... Он профессиональный человек, конечно, я заплатила, ну а как же? Ну хорошо, значит, все-таки производство диска это же дорогое удовольствие. Это дорогое удовольствие. Единственное, что я уже выработала систему, по которой я сейчас работаю, я выпустила второй диск, вот прошлой осенью я выпустила новогодний, рождественский диск, где я записала всякие рождественские, американские песни и там всякие Абамарии красивые и так далее. Красивую музыку. Но дело в том, что домашняя работа, все упирается в домашнюю работу. Если домашняя работа сделана правильно, ее достаточно, ты уже приходишь в студию, там уже проблем больших нет. А вот если как мой первый диск, когда начинаешь со сначала, вот она получается на колу мачала. То есть репетируешь прямо на месте. Да. Но это вот так. А иначе я бы вообще никогда опять-то и не запела бы. Если бы меня так не пихнули перед микрофоном и не заставили петь, я думаю, что я бы уже рот не открыла. То есть вам такой, то, что называется волшебный пиндель пришел от вселенной как бы в виде каких-то людей, которые ну как-то вот вас пихали. Ну да. А потом вот эта вот дама, которая подошла ко мне, на этом самом, на нашем диком новогоднем сабанту и сказала, что детка, перестань дурака валять. Вот она потом и стала моей супругой в конце концов. Как интересно. Слушайте, а вот эти певицы, певицы, эти самые оперные тоже, вот они могут, например, взять там, я не знаю, полстаканчика жахнуть там водочки. Да. Нормально. То есть не то, что они говорят, что вы, у меня голос, я только кипяченую воду там. Ой, знаете что, вот я, я совершенно, женщина сумасшедшая, я абсолютно никаких правил не соблюдаю. Никаких. Я не хожу с шарфиками, я не прячусь от ветра, я ни в чем себя абсолютно не ограничиваю. Единственное, что, конечно, там перед концертом я не ем орехи, которые у меня потом в горле застрянут. А так, я совершенно на все эти правила не обращаю никакого внимания. И вы знаете, по-моему, большие проблемы. Я знал одну женщину, тоже из Москвы, она пела филармонию. И она такую фразу как-то сказала, мама нашего приятеля, она сказала фразу, что вот эта диафрагма, когда ты поешь, она должна ложиться на бифштекс. Чтобы хорошо петь. Это как бы общее такое, это у нее индивидуальное восприятие. За два часа. За два часа. Потому что если будешь есть меньше, чем за два часа до выступления, это будет ужас. Нет, я совершенно таких правил не придерживаюсь. И понимаете, существуют люди, которые, певцы, которые очень полные, и они прекрасно поют. И существуют худющие, которые прекрасно поют. Я не думаю, что это зависит от бифштекса. Если я вас правильно поняла. то есть это не каждому нужно именно на бифштексе. Хорошо, хорошо. А вы при этом музицируете? У меня диафрагма работает лучше без бифштекса, кстати говоря. Когда там свободно, тогда ей можно управлять. Вы музицируете сами или вы поете под аккомпанемент? Вы можете сами себе саккомпанировать? Ну, я могу немножко, да. Я вообще закончила музыкальную школу в детстве, так что я более-менее прилично играю на пианино. Я сама своим ученикам могу аккомпанировать немножко, потому что учить, конечно, и аккомпанировать это не дело. Но я музицирую в том смысле, что нет, я пою, если я практикую сама дома, то я пою либо с аккомпаниатором, я приглашаю, у меня есть три аккомпаниатора, кстати, с которыми я работаю, либо я пою под фонограмму, если мне надо прогнать просто программу, но петь и играть сама оперную музыку это совершенно невозможно. Романс это можно, а вот что-нибудь серьезное это нет, я не могу, у меня внимание должно быть в одном месте, я так раздваиваться у меня не получается. Ну, что же, хорошо, ладно, вообще очень интересно, вы, у нас такая яркая, такая молния на нашем канале, потому что у нас народ такой, как бы из одного полушария, так вот, а вы как бы из другого, у нас иногда, знаете, разных профессий люди бывают таких неожиданных, вот там говорят, я вот тренер там по единоборствам каким-нибудь, вот как тренеру по единоборствам, я знаю, вроде полно народу и секций всякие, но пойди с нами, знаете, ну что же, хорошо, от профессии это не зависит, понимаете, если вы не останавливаете, если вы приезжаете в новую страну, если вы найдете в себе силы выучить язык и не останавливаться, не останавливаться ни перед чем, идти, это все равно в какой вы стране будете жить, если вы живете в России и у вас есть профессия, самая невероятно востребованная профессия, не знаю, какие там профессии, ну адвокаты, донтисты, не знаю, что там, ну вот, возьмите любую профессию, но при этом, если вы ничего не будете делать и сидеть на диване и всего бояться, вы на своем родном языке ничего не сделаете, понимаете, а тем более, если вы приезжаете в новую страну, вас никто не знает, все надо начинать сначала, очень многие делают ошибку в том, что они приезжают сюда и у них там была какая-то карьера, они приезжают сюда и они считают, чтобы с того места, где они закончили, они и начнут, и они будут продолжать, а это никогда не получается, начинать надо сначала, даже когда переезжаешь в другой город, вот я уехала из Беркли и переехала в Лос-Анджелес, все надо начинать сначала, тебя здесь никто не знает, понимаете, и зарабатывать репутацию надо и поддерживать ее постоянно, поэтому останавливаться нельзя, вот в чем проблема, ты можешь быть тренером, певцом, хирургом, кем хочешь, просто останавливаться нельзя. Такой вопрос, вот я наблюдаю здесь, ну какое-то количество людей, которые музыку преподают, и у нас конкретно, вот в Кремниевой долине, очень много людей из Китая, из Кореи, из Индии, они очень любят, в детей вкладываются, они ходят, дети занимаются, тут невероятное количество всяких секций, там, кружков, и так далее. Вы можете, да, я вижу, что наши педагоги, вот советские музыкальные, они очень, как бы, популярны, востребованы, у них не так много даже детей русскоязычных, сколько у них, там, и корейцы, и индусы, и так далее. Можно ли сказать, что, вот, как вот эта советская музыкальная школа, а мне кто-то говорил, что в Корее, например, советская музыкальная школа, что у них поставили, когда-то советские педагогики, создали корейскую музыкальную школу. И может быть и в Индии тоже, я не знаю, но можно сказать, что как бы, вот, есть какой-то авторитет, который, ну, вот, ощущается, вот, допустим, что вот советская педагогическая, музыкальная педагогическая, есть какой-то, вот, ну, я не хочу сказать пиетет, но и какое-то уважение есть, вот, извне. Есть. Есть. Я думаю, что дело заключается в том, что, понимаете, никто не преуменьшает значимость американских педагогов, но я заметила, что когда кто-нибудь мне говорит, что вот у его ребенка русский там педагог, предположим, по фортепиано или по какому-то другому предмету, я спрашиваю, почему? Ответ обычно бывает такой, потому что русские педагоги относятся очень серьезно к своему делу, и они действительно учат, они не играют в игрушки, они учат. И я думаю, что, в общем, это правильно, потому что, так как нас воспитывали, ведь у нас в школе особо так не поиграешь. А здесь немножко другой немножко подход к делу, тут такая, в общем, расслабуха периодически. Если вы, конечно, пойдете в университет, например, в Берклийский университет, там расслабухой даже не пахнет, она там не валялась. Там очень серьезно учатся, и люди сбегают оттуда, потому что они не могут выдержать. А я не понял, а чему учат музыки в университете? Теория музыки учат или чего? Нет, я не говорю конкретно про музыку, я говорю просто про образование. Когда попадаешь в университет в Берклии, там уже серьезные дела. У меня девочка была одна студентка, она у меня брала уроки пения, и в университете она занималась биологией. Очень такая интересная была комбинация ее интересов. У нее был прекрасный голос, и у нее были потрясающие мозги тоже. И вот она говорила, что первые два года там какой-то дикий совершенно процент, просто отваливаются ребята, потому что не в состоянии вывести нагрузки. Но дело-то в том, что их к этой нагрузке не готовят. В школах их к этой нагрузке не готовят. Они понятия не имеют, с чем они обращаются там в университете. У нас ведь в России было немножко по-другому еще в те старые времена. У нас школа была очень серьезная. Понимаете, там дурака не поваляешь особо. Или тебе диплом не дадут. Вы ведете музыкальную или любую школу. Или музыкальную любую школу. Я помню общообразовательную школу, 9-10 класса. У меня там серьезные были дела. Оттуда можно было в университет идти, понимаете. И нагрузка была, в общем, серьезная. Поэтому, наверное, поэтому здесь такая репутация у русских педагогов. Потому что мы относимся серьезно к тем предметам, которыми мы преподаем. Музыка, математика, неважно. Поэт в России больше, чем поэт. Я думаю, что с этим связано. Да, есть уважение к русским педагогам. Но их еще и боятся. Потому что здесь американские мамочки, они знают, что если ты берешь русского педагога своему ребеночку, то там не до игрушек будет. Не каждый ребеночек американский может это выдержать. А вот китайские детки и корейские детки, они к этому привычные. Они выдерживают. Да, да. Я вижу их. У них очень популярно заниматься музыкой. И петь. И у нас тут есть школа хорошая, большая. Очень известная. Они там танцуют. Хореографическое. Вы чего? Я как-то пошел. У меня внучка там годик ходила. И я пошел там ребятки, которые чуть-чуть уже постарше. Не 7-8 лет, а уже 10-11-12. Мама родная. Ваще. И так все больше китаяночки. Да, конечно. Но, Миша, я, конечно, хочу еще сказать, так сказать, в скобках, что все, о чем мы с вами говорим, это колоссальное обобщение. Потому что, в общем, мы штампы сейчас ставим. Американская культура, китайская культура, китайская культура. В общем, это... Я скажу больше, это мы вообще... На самом деле, это абсолютно секретная вся информация. Мы просто так говорим, понимая, что никто толком не узнает. Это только для своих. Ну, нет, это понятно. Но я просто говорю, что это дикое, конечно, обобщение. Потому что жизнь, она немножко сложнее, чем такие штампы. Ну, в общем, да, где-то в общих чертах что-то в таком... Пару слов, может быть, про Лос-Анджелес скажете. Как вообще там в Лос-Анджелесе живется? Вот по сравнению с Баэрией. Вот в чем разница принципиально? А Лос-Анджелес, он немножко по темпу и по энергии, он ближе к Москве. Или к Нью-Йорку. Лос-Анджелес быстрый. Он быстрый, довольно холодный, немножко отчужденный. Тут, если ты там на светофоре, предположим, там зеленый повернулся, вот полсекунды, полсекунды ты не начал двигаться, от тебя начнут гудеть мгновенно. В Баэри такого не происходило, я такого не вспомню. А вот машины водят гораздо быстрее и очень неаккуратно. И всем так немножко больше наплевать, скажем так. Немножко больше наплевать. В общей сложности больше крашеных блондинок с искусственным загаром. И, в общем, очень красивых, дорогих очков с очень дешевыми туфлями. В общем, как-то очень странно. Здесь другая атмосфера. На самом деле, мне, наверное, такая жизнь немножко больше подходит. Она быстрее. То есть, влияние Голливуда какое-то присутствует. Безусловно. Девчонки там съезжаются со всей страны. Понимаете, Лос-Анджелес, ведь это город-курорт, в общем-то. Здесь полно туристов. Здесь теплое море. Здесь постоянно какие-то сабантуины на берегу океана. Понимаете? В общем, поверхностно Лос-Анджелес выглядит как город-праздник. Вот город-курорт и город-праздник. Но те люди, которые здесь живут, они работают очень много и очень тяжело. Почему-то, когда я в Бэрии жила, я занималась, в общем, тем же самым. Но у меня было время встречаться с друзьями, у меня было время посидеть на кухне за рюмочкой чая. И, в общем, как-то на все хватало времени, несмотря на то, что у меня ребенок был маленький. Может быть, там в трафике люди лучше стоят? Наверное, это точно. Но вы знаете, Миша, вы не очень задавайтесь, потому что Лос-Анджелес первое место занимает по трафику, а Сан-Франциско второе. Поэтому тут знаете. Хорошо. Выпендриваться особо не стучат. Я не потому, что выпендриваются, а я потому, что ребята слушают. И они, на самом деле, даже когда мы не имели в виду ничего такого сказать сознательно, но они улавливают какие-то нотки и какие-то моменты, которые дают им лучшее представление о стране, о городах, о ритме жизни и так далее. Поэтому я для нашего зрителя стараюсь. Нет, нет, я прекрасно понимаю. Лос-Анджелес быстрее по темпу. Он быстрее, он интенсивнее, он немножко холоднее, немножко отчужденнее. Тут люди так особо на улице не встречаются, не здороваются, не обнимаются. Как? Не обнимаются? А как же? Чужие, чужие люди, Миша, чужие. А, чужие, чужие, ладно. Чужие только в Израиле обнимаются. Я только про чужих говорю. А, чужие, пожалуйста. Нет, бывает и чужого человека приятно обнять, почему нет. Да, иногда, иногда не очень. Ну, неважно. В общем, немножко другой город. Он быстрее по темпу, гораздо быстрее. Такой вопрос. Вот то, что случилось в Сан-Пернандин, теракт, он как-то по Лос-Анджелесу резануло? Или так же, как и в любом другом месте в стране? То есть, вот все-таки близость, это рядом совсем что-то такое? Физическая близость для меня, она не имела никакого отношения. Это просто был какой-то момент полного ступора и полного ужаса. Если бы это случилось рядом со мной, понимаете, на соседнем квартале, или это случилось с Сан-Пернандином. Я не знаю, может быть, мне было бы страшнее, если бы это случилось очень рядом, очень близко от меня. Но вообще, это был такой кошмар, если бы было это все в Нью-Йорке, то лучше бы не было все равно, понимаете? Ну что же, хорошо. Я хочу заручиться вашим, так сказать, намерением появиться у нас на канале, когда будете на местности. Да? Вы же в Пёркли выступаете, мы с вами сделаем. Ещё, знаете что? У нас народ любит вопросы задавать в комментариях под видео. Вот, поэтому я вам ссылочку пришлю, а вы тогда уже заходите, у вас есть аккаунт на Интюбе, правильно? Вы же там? Конечно. Заходите и на вопросы отвечайте. У нас культурно, я не знаю, у вас вот канал, где вы поёте, там комментарии оставляют люди? А есть такие, что матерятся там или злобствуют? Задумывайся. Пока не было, пока не было. Я оставила один комментарий сама, вот на него там сорвалось такое, это был ужас. Я оставила комментарий на канале одной нашей очень хорошо известной русской певицы. В Америке? Она в Америке? Нет, она уже вот в Европе. Я оставила комментарий, но с моей точки зрения он был чисто профессиональный, я ничего плохого не имела в виду. Но там эти все, как они, тролли называются? Ну, в данном случае это может быть не тролли, а фанаты какие-нибудь. Ну, не знаю, какие-то фанаты, там все повылазили, и там такое на меня обрушилось, и я подумала, ну что я лезу? Вы знаете, вы мне напомнили, как две знакомые женщины встречаются на перекрестке, вот Москва, там транспорт, на перекрестке сталкиваются, она говорит, слушай, как тебе мой костюмчик, вот тот, как, говорит, вчера купила. Она говорит, ну послушай, я так спешу, совершенно же не до ссоры. Совершенно верно, совершенно верно. Я этот комментарий сняла, сняла и забыла. Между прочим, вы мне сейчас напомнили, Миша, я расскажу, это не анекдот, это, к сожалению, со мной случилось. Значит, я прожила здесь, в Америке, где-то 4, по-моему, года, и поехала в Россию, вот у меня были концерты в Москве, значит, я все. Приехала такая вся из себя распуфыренная, американочка такая, счастливая, значит, и на следующий день после прилета я выхожу из дома, решил купить что-нибудь на завтрак. И иду я в магазин, а на улице март месяц, и, значит, снег такой весь, грязные лужи огромные, все течет, в общем, не очень красиво. Выхожу я из дома и обхожу огромную здоровенную лужу прямо перед подъездом. И вдруг я вижу галоши, прямо, я смотрю вниз на этот снег, вдруг я вижу огромные галоши и голос. Ну куда лезешь, дура? Ой, извините, ну куда прешь, дура? Так. Я поднимаю глаза, стоит передо мной женщина с четырьмя сумками, и я на нее смотрю и улыбаюсь, и думаю про себя. Ну, приехала. Так, минуточку, она в луже была в галоши, что ли? Она тоже пыталась обойти эту лужу стороной. А я смотрела вниз, я ее совершенно не видела, я вот ее обходила. Был бы другой еще вариант, знаете, вот вы пытаетесь лужу обойти, а мимо чешет там баба прямо через лужу в галоши. И говорит, ты что обходишь, из Америки, что ли, приехала? Да, такое было вполне бы возможно, безусловно. Нет, она просто мне так спокойно по-российски сказала, ну куда прешь, дура? По-доброму, по-доброму. Да, действительно, вот куда я пру, подумала, я себе, куда я пру. Это как в старых анекдотах, там про Владимира Ильича, когда, говорит, ага, а мог бы и бритовкой. Точно, точно, а можно и топориком. Ну да, в общем, короче, способов много. Много, много, много. Давайте мы тогда с вами будем прощаться, вот ребятам всем передадим привет, и пусть вопросы задают, я чувствую, что вопросов будет у нас много. Может быть, просто эмоции, знаете, тут сейчас, может быть, придут рыбы другие, вот, и там будут эмоционально что-то такое рассказывать. На все отвечу с большим удовольствием и чем могу поделюсь. Много не знаю, но что есть, тем поделюсь. Хорошо, вы как прощаетесь? Вы воздушный поцелуй посылаете или так просто ручкой делаете «пока-пока»? Вот как? Пис. Все, делаем пис. Вам писом или посласьить? Миша, спасибо большое. С вами, кстати, очень легко разговаривать. Спасибо. Мне очень приятно с вами поговорить. Ладненько. Спасибо большое и до будущих встреч. Давайте, не прощаюсь. Спасибо большое.